Здравствуйте, друзья! Дошла очередь до грамматики, наконец. И сегодня я хотела бы порекомендовать вам несколько учебников, которые будут очень полезны, я думаю, не только для тех, кто намерен сдавать экзамен IELTS, но также для тех, кто хотел бы усовершенствовать свои познания в грамматике, а также пополнить словарный запас, потому что, ну вот, например, в учебнике IELTS Language Practice, авторами которого являются Майкл Винс и Аманда Френч, в большую часть занимает раздел, в котором тренируется vocabulary, то есть лексика. Я очень рекомендую этот учебник. Это, в принципе, самоучитель, излагается грамматика, дается упражнение на закрепление этих знаний, этой грамматики, и также в учебнике есть ответы. То есть можно проверить себя и без участия преподавателя. Мой любимый автор – Мартин Йоингс, Advanced Grammar in Use, тоже самоучитель по грамматике английского языка. Мне очень нравится этот учебник тем, что автор излагает все нюансы, все нюансы употребления времен. Тоже с ключами. Очень рекомендую. Но я думаю, что больше всего подойдут эти книги тем, кто уже имеет какие-то познания по грамматике, потому что это своего рода систематизация таких знаний. Поэтому, ну вот, например, своему студенту я предложила сделать несколько упражнений из первой части. Эти упражнения посвящены Present Simple, либо Present Indefinite их еще называют, его еще называют и Present Continuous Tense, ну, либо Present Progressive. Вы, надеюсь, уже знаете, что Present Simple, например, используется в тех случаях, когда мы говорим о действии, которое происходит регулярно, ну, или как-то постоянно, возможно, даже, или периодически повторяется. То есть, речь идет о привычках, о фактах в настоящем времени, то есть, то, что происходит вообще. Вот у меня есть ученик, когда он был маленький, он называл это время Present Simple настоящим, вообщешечным временем. А вот Present Continuous он называл все-чашечное, то есть, настоящее все-чашечное время. То есть, в этом случае мы говорим о действии, которое происходит в момент речи, то есть, когда мы о нем говорим. или это действие занимает некую жирную такую точку в настоящем времени. То есть, например, я могу что-то не делать прямо сейчас, вот когда я делаю запись этого видео, ну, например, я могу сказать, я сейчас читаю интересную книгу, но это не значит, что я читаю ее сейчас. Ну, вот, наверное, на этой неделе или, может быть, в этом месяце я дочитаю ее до конца. То есть, это время, которое показывает, что действие имеет какие-то временные рамки. То есть, здесь вот начало, и в будущем будет конец. Хотелось бы отметить, что в Present Continuous есть несколько маленьких, но очень важных нюансов. Например, это время может быть использовано для выражения действия в будущем, но мы с этим явлением познакомимся чуть позже, не буду забегать вперед. И еще это время может использоваться, как это ни странно, если мы говорим о том, что происходит постоянно, и при том используются такие наречия времени, как Always, All the Time, то есть постоянно, вечно. В том случае, если мы говорим об этом с негодованием, то есть, ну, вот, например, вечно ты вечно ты теряешь ключи, и меня это раздражает, то есть, мне это уже надоело. You are always losing keys. Your keys. То есть, вечно ты теряешь ключи. И здесь не Present Simple. Если бы я использовала Present Simple в этом предложении, тогда, ну, в общем-то, никакой бы эмоциональной окраски не было. То есть, ну, просто я констатирую факт, что ты теряешь ключи. Факт того, что ты теряешь ключи. Если же я использую Present Continuous, Present Progressive Tense, тогда это точно негодование. Таким образом, не всегда наличие, наличие частоты, как их называют, ну, или наличие времени, показывают, что мы должны использовать Present Simple. потому что, да и вообще, эти наречия, ну, они не являются удобной. То есть, если мы видим Sometimes или Always, значит, обязательно это должно быть Present Simple. Абсолютно нет, потому что, ну, например, Always может быть использована и в Past Simple, и в Present Perfect, и вот как мы уже увидели даже Present Continuous. Также мы помним о том, что некоторые глаголы нельзя использовать в Present Continuous Tense. Некоторые можно, но при этом нужно обращать внимание на значения. Например, у глагола Think в значении думать, считать, полагать, когда мы выражаем свое отношение к чему-то, не используется в Continuous. То есть, I think you are right now, I think you are right. А вот в значении думать, размышлять этот глагол в Continuous использовать можно. What are you thinking about? I'm thinking about my family. Под видео я предлагаю вашему вниманию ссылочку на довольно большой список, ну, наиболее полный список таких глаголов ну, вот, например, к таким глаголам относятся Know, Realize, то есть, когда мы говорим об умственной деятельности, когда, например, эмоциональное отношение, эмоциональное состояние отношения к чему-то, то есть, глагол Like, Hate, Mind не используется в Continuous Чувства, ощущения, например, It sounds well, It sounds interesting, владение, то есть, например, можно сказать I have breakfast now, но тогда это значит, что у меня есть завтрак в холодильнике на столе, то есть, что-то есть, какие-то продукты, есть, есть еда, которую я могу съесть на завтрак, но I am having breakfast now, я сейчас завтракаю, в конце этого списка мы видим такой, как бы отдельный списочек глаголов, которые могут иметь несколько значений, и в одном из этих значений они могут быть использованы в Present Continuous, то есть, ну, вот такой списочек я вам предлагаю вашему вниманию. Ну, и, конечно же, я буду рада ответить на ваши вопросы, которые вы можете задавать в комментариях. А сейчас приступим к проверке домашнего задания моего ученика Ромы. Первое задание скорее не по грамматике, по лексике, я отметила уже ошибки до того, как показать это задание вам, некоторые ошибки, чтобы не терять время. Ну, например, здесь How do you usually spend the summer? Я бы то есть, Рома выбрала вариант G, но я бы выбрала и на самом деле это правильный вариант. I usually take a holiday job and earn some money то есть работу на каникулы в отпуске которые мы можем выполнять и девятый девятый пункт, девятый предложение What sort of things do you like to do at the weekend? Я думаю, что здесь как раз будет G I generally try to relax and go out with my friends потому что ну, как-то вот симпатичнее смотрится этот вариант. Так, что касается следующего задания, здесь уже идут времена This Present Simple Present Continuous Ну, до 13 предложения все выбранные варианты правильные В 13 Initial 7 Cities and Regions are taking part in the project Почему? Потому что любой проект он имеет какие-то временные рамки, временные ограничения, то есть есть начало, есть конец. То есть это не то, что происходит постоянно, это не то, что происходит как-то регулярно, поэтому, конечно же, мы должны в данном случае использовать Present Continuous. Третье упражнение также нужно дополнить предложение либо Present Simple, либо Present Continuous используя. Так, ну, первое предложение правильно, потому что оно является образцом. Второе, Does the price с буквой S, C, а не S, время выбрано правильно, третье правильно, четвертое правильно, пятое правильно, шестое тоже правильно, в седьмом ошибка. Это как раз тот случай, когда глагол SING не используется в Continuous, в Present Continuous Tense, потому что в этом случае он означает думать, считать, полагать. Восьмом ошибка потому что речь идет о том, что происходит в данный момент. В Девятом предложении тоже ошибка, потому что Do you have second thoughts означает сомневаться, то есть я не сомневаюсь вообще, я сомневаюсь в данный момент поступать мне в университет. В Десятом тоже ошибка, здесь симпатичнее использовать Present Simple. Refers, то есть вообще относится к слову Decision. Так, упражнение четвертое. Задание в принципе тоже нужно использовать предложенное глаголы в скобках в правильном времени. Так, второе. Правильно. В третьем предложении я бы использовала Increase, то есть это постоянное явление, обычное явление. в четвертом правильно, в пятом правильно, потому что речь идет об изменении некой ситуации, в шестом я бы использовала Present Simple, то есть это тоже обычное явление. не симпатично получилось зачеркнуть. Так, I sometimes find само слово sometimes уже помогает нам определить время правильно. Suits does it have done? At the moment I am working done? Потому что at the moment в данный момент ну, в общем, дальше в упражнении ошибок нет. Упражнение пятое. Кстати, мне очень нравятся эти упражнения там, где дается слово, которое нужно использовать в предложении. При этом нужно сделать так, чтобы смысл исходного предложения сохранился. Ну, вот как в первом предложении, которое является образцом. Так, во втором правильно сделано. так, третье предложение don't be long то есть буква G, конечно, а не T. Так, четвертое правильное пятое how much do you weigh. Weight это вес, а вот взвешивать или весить это weigh. Притом, причем, причем в значении взвешивать можно использовать этот кулаку в present continuous. В значении весить он всегда используется в present simple. Шестое предложение вообще неправильное, потому что не стоимость еды, не стоимость обеда или завтрака включается, включает стоимость билета наоборот. Будет правильнее сказать и написать так. седьмое правильное. Так, в восьмом предложении нужно использовать не meaning глагол mean. Поэтому ой what does this word mean? Так, ну, вот здесь пропущено слово the same, то есть пропущем артикль. Так, ну, и хотелось бы обратить ваше внимание на то, что не нужно опускать слова, которые даются в исходном предложении. То есть in a laboratory я бы все-таки поставил в конце последнего предложения. Хотя не совсем понятно, честно скажу, почему это предложение дается в данном упражнении. Потому что здесь нет ни present simple present continuous здесь прошедшее время, то есть past simple. Ну, да ладно. Итак, буду рада вашим комментариям. Пишите свои вопросы и ссылочку на список глагов, которые не употребляются в present continuous, я тоже дам под видео. Всего доброго, до новых встреч. Продолжение следует...